Вы смотрите Вести. Здравствуйте! Мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются во Франции. В пригороде Парижа, в Сен-Дени, это к северу от центра Парижа, продолжается антитеррористическая операция. Квартал до сих пор остается отцепленным. Несколько предполагаемых террористов были уничтожены. Все подробности узнаем у Максима Киселева. Он работает прямо на месте событий. Максим, здравствуйте! Какие у вас последние данные по этой спецоперации? Известны ли имена уничтоженных террористов? Есть ли среди них организатор пятничных терактов, которого так искали спецслужбы Абдель-Хамид Абааут? Здравствуйте! Мы сейчас находимся в районе спецоперации в пригороде Парижа, Сен-Дени, на площади Виктора Гюго. К ней как раз примыкается улица Республики, где спецоперация идет с рассвета. Здесь работают военные подразделения и полицейские бригады. Сейчас все, что мы наблюдаем отсюда, это множество полицейских, множество военных. Улицы перекрыты по всему периметру и дом, который, вероятнее всего, штурмовали сегодня полицейские, находятся, ну, наверное, метрах в трехстах-четырехстах от нас. Что известно к данной минуте? Задержаны были двое на улице около дома, в который направились полицейские патрули. А уже потом спецбригады пошли на штурм квартиры, в которой, по их данным, находились террористы. Как говорят, полиция не ожидала такого серьезного сопротивления, которое встретила. Вот именно в этот момент, во время штурма, и подорвала себя смерть, на которой был поиск шахида. И в тот момент в квартире находилось несколько человек, по некоторым данным трое, по другим пятеро. Во время штурма был застрелен один из террористов, который оказал отчаянное сопротивление. Из окон слышалась стрельба по полицейским, слышали взрыв, вот тот самый, видимо, который произвела смертница. Она, естественно, погибла, убит был террорист, и во время спецоперации ранено четверо штурмованцев, четверо бойцов спецподразделения. Данные, которые сейчас озвучивают официально, пять человек задержаны, двое убитых. Что касается информации о том, что во время этого штурма был убит случайный прохожий на улицах Сен-Дени, то пока подтверждения этому нет. Ну, даже есть такая информация, что просто пуля попала в полицейскую собаку. Квартира, в которой находились террористы, они уже достаточно много известны. Это не их квартира, они арендовали ее накануне парижских терактов. Есть даже уже свидетельство человека, который сдал ему эту квартиру, он говорит, что ничего не знал о своих жильцах, ничего не знал, кто у него эту квартиру арендовал. Послушаем. Это все происходит у меня дома. Люди, которые изрешетили стены, я не знал, что они террористы. Меня попросили помочь, я и помог. Кто-то попросил меня приютить этих людей на ближайшие три дня. Я оказал им услугу, это нормально. Я не знал, откуда они, не знал ничего. Если бы знал, думаете, я пустил бы их к себе? Вот что еще известно. Ну, что касается Абдельхамида Абауда, действительно охотились именно за ним. По разведданным, по информации, которую получили полицейские, он должен был находиться в этой квартире. Отсюда, собственно говоря, и шло управление терактами в Париже. Но пока не сообщается. Был ли он уничтожен? Был ли он захвачен? Вообще находился в момент штурма в этом здании? Или смог все-таки каким-то образом уйти? В общем, пока здесь никаких подробностей. Известно, что спецоперация, похоже, закончена. Иначе сюда на место не приехали представители властей. Похоже, здесь сейчас находится министр внутренних дел Бернард Кознев. Мы видели довольно серьезный кортеж, который прошел сквозь кордоны в сопровождении мотоциклистов и отправился к месту, где происходил штурм. Возможно, сейчас он разбирается с подробностями. И после этого уже выйдет журналистам и какие-либо детали озвучит. Судя. Максим, СМИ также пишут, что один предполагаемый террорист забаррикадировался в квартире. Известно ли что-то о нем? Были сообщения, что после того, как смертьница подорвала себя и штурм продолжился, не один, а двое террористов продолжали отстреливаться из окон этой квартиры, оказывали серьезное сопротивление. Еще есть данные, что сама квартира была превращена в настоящую крепость, заблокированы двери, были укреплены окна. Вот то, что говорят. Но, похоже, все-таки штурм закончился. И, возможно, и этот человек был захвачен, а, возможно, он был и убит, пока официального подтверждения этой информации нет. Какой из себя в целом представляет эта коммуна Сен-Дени? Ну, вы знаете, Сен-Дени – это один из тех районов Парижа, куда полицейские по одному не ходят. Ну, так говорят. Когда мы сюда отправлялись, никто, во-первых, сюда не хотел нас везти, и очень трудно было добираться. Вообще сюда очень с большим трудом соглашаются ездить таксисты. Этот район – настоящий мигрантский район. Здесь не так много коренных парижан. И вот есть такая, например, цифра, что 70% молодых людей до 18 лет, у них, как минимум, один родитель – это мигрант. То есть абсолютно разношерстный мигрантский район. И парижане не очень любят здесь прогуливаться. Хотя, конечно, сам по себе район красивый. Вот мы сейчас около одного из соборов находимся, на площади Виктора Гико. Здесь же расположен тот самый стадион «Стад де Франк», где произошел первый теракт в пятницу на субботу. Здесь был матч с участием французской сборной. И сюда пытались пробраться смертники, которые подорвали себя около входа на стадион. В общем, район неблагополучный. Район, который особо не любят посещать туристы. Ну, разве что приезжать на футбольные матчи. Судя. Спасибо, Максим. Последние новости из французской коммуны «Сен-Дени», рассказал наш специальный корреспондент Максим Киселев.